Этот кабинет детской поликлиники ждал обновления давно. Наконец и сюда поступило новое оборудование. На этот раз порадовали врача-офтальмолога и его пациентов. 30 лет работали в древиационных условиях. Сейчас появилась у нас новая аппаратура, что очень радует. Проводить лучше диагностику и назначать отсюда и лечение. Это самое главное. Точнее подбирать очки, коррекцию зрения делать. Проблема со зрением у современных детей, пожалуй, вторая после сколиоза. Ребенок по час больше, чем нужно и можно, времени проводит за компьютером, в сотовом телефоне. Не всегда делает гимнастику для глаз. В общем, не очень хорошее состояние зрения у нас по всей стране, не только у нас в Кировской области. У нас, может, Слободская, это еще и как раз не так, мы еще не так, наверное, низкий уровень, как, допустим, по всей Кировской области, судя по отчетам. Скорее всего, цивилизация у нас пошла. Компьютеры, телефоны сотовые. Потом у детей, у многих, видите, две школы. То есть нагрузка на глазки. Детей младшего возраста приводят старшие родственники. Подростки нередко уже сами заботятся о своем зрении. Просто плохо вижу правым глазом. А ты сам вот решился сюда прийти, чтобы проверить зрение? Или родители все-таки? Я. Сам? Угу. Почему? Кого-то не загонишь из к врачу? Ну, так надо же о своем зрении заботиться о здоровье. Сейчас в офтальмологическом кабинете три новых аппарата, существенно помогая доктору и пациентам в диагностике наличия специального компьютерного прибора. Позволят определить рефракцию зрения, особенно стигматику у ребенка, где там всякие оси и все, чтобы подобрать очки. У детей это сложно, они не могут сказать, что я так вижу хорошо. Поэтому аппарат нам, конечно, большую вообще помощь оказывает. Любое, миопия, гиперметропия, стигматизм, все можно тут определить. В лечении большую помощь окажет другой аппарат – электростимулятор. На ребенка надо уделить не менее получаса, и там идут электроимпульсы, и чтобы ребенок это увидел и понял, что от него требуется, он должен сидеть один, а не во время приема. Лечение тоже в спазмах аккомодации, гиперметропии, миопии, амблепии и косоглазия. Аппарат хороший. Проектор знаков, он дает нам определить остроту зрения на любом расстоянии. То есть нам не надо выдерживать 5 метров любого помещения. Очень хорошее, если, допустим, на профосмотр поехали. Порой простая гимнастика для глаз может помочь в решении проблем со зрением. Но если случай более сложный или запущенный, лечение проводят прямо в поликлинике. Мы здесь проводим лечение. Тот, кто уже не может справиться дома простыми упражнениями, по Дышаевскому, по Аветисову проводим здесь лечение. И очень надеемся, что у нас откроется кабинет охраны зрения, потому что все это мы делаем во время приема. И теперь офтальмолог мечтает о кабинете охраны зрения. Его наличие позволило бы проводить лечение пациентов отдельно, а не во время приема. И надо сказать, что в течение этого года данный вопрос руководство Слободской ЦРБ обещало решить положительно. Продолжение следует...